Сегодня мы будем объективны. Ребята все на хирургии, будут бороться с гравитацией. Проблемы начинают возникать, а косметолог не знает, как их решить. Нитей существует очень много, все-таки это малоинвазивные процедуры. Стоп, мне нить его лифтинг надоел. Ни один пластический хирург от вас не откажется. И сегодня об этой методике мы говорим с пластическим хирургом, косметологом, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Ольгой Леонтьевой. Вообще вопрос малоинвазивных каких-то методик омоложения нехирургического плана возник давно. В основном, конечно, пациенты всегда этого боялись, потому что существовало сложности наркозов, какого-то анестезиологического пособия, шовного материала. Нить его лифтинг завоевал, наверное, популярность последние 20 лет. Какие бывают нити и какие на сегодняшний момент считаются самыми современными? Нити на сегодняшний день существует очень много. Есть нити с постоянным, так сказать, присутствием в организме человека. В основном используются нити, которые рассасываются. Процессы старения, гравитации мы, к сожалению, остановить не можем. Образ жизни у всех разный. Человек может полнеть, худеть. Естественно, лицо меняется. Если нити мы поставим с постоянным эффектом, это все может немножко исказить его лицо. Если использовать нити, которые рассасываются, то есть человек получил хороший результат, он с ним ходит какое-то время, нити рассасываются, они все стерильные, они все от очень хороших производителей. На сегодняшний день лидирующая, конечно, позиция у Южной Кореи, которая использует весь мир. Но все они примерно одного плана. То есть нити используются хирургические и нити мононити, которые используются больше врачами-косметологами. То есть они больше делаются для омоложения, но не эффекта лифтинга. Так вот, для тех пациентов, которые никогда не решатся на хирургический лифтинг, а такие пациенты есть, мы долго думали, как бы им помочь. То есть мы решили использовать в своей практике лет 15 назад именно хирургические нити, рассасывающиеся, с целью сделать такой нехирургический нитевой лифтинг. Но опять же, человек не подвергается общему наркозу, реабилитационный период, к сожалению, похожий по длительности. Болевых ощущений, что в первом, что во втором случае, они примерно одинаковые. Хирургические нити – это специальный материал, отдельный, или это то, что использовали хирурги в своей, так сказать, основной работе, но потом начали заимствовать косметологи для эстетических каких-то задач? Здесь используется обычный тот же шовный материал, который используется в обычной хирургии, рассасывающийся шовный материал. Нити существует очень много, они не гладкие. Есть нити с шипами, есть нити с шипами, которые специально припаяны к каждой ниточке. Есть нити 3D, 4D, 5D, в зависимости от того, в каком объемном пространстве они находятся. То есть разные длины, для разных частей лица разные нити используются. Есть нити для височной области, для лифтинга брови, скуловой части, щечной области, нижней трети лица, шеи. То есть это именно лифтинговые нити. И хирург подбирает специально пациенту определенный вид нитей. Соответственно, моно-нити, что это за материал? Это также рассасывающиеся нити, они также разной длины. В основном они используются для улучшения качества кожи, лифтингом эффектом они не обладают. Но их ставят, как правило, очень большое количество, чтобы они имели эффект. Допустим, в Южной Корее, Китае за одну процедуру пациентки ставят около 150-200 нитей сразу же. И это считается абсолютной нормой. Действуют как биоревитализант, и как образующий коллаген, и лифтинговый эффект соответственно из-за этого идет. Самое главное, они не деформируют лицо, как, допустим, пластические операции, которые в итоге все равно человека как-то немного меняют. Даже когда немножечко у женщины проходит эффект от нитевого лифтинга, она может его повторить, не дожидаясь тех полутора-двух лет, которые мы даем срок на рассасывание нитей. Нитевой лифтинг можно проводить всю жизнь. Мы даже с нашими коллегами-сестрами, коллегами-женщинами-хирургами пластическими даже хотим какой-то небольшой опыт поставить о том, как можно максимально отсрочить подтяжку лица, используя именно нитевые технологии. Долгосрочные. Да, потому что всегда женщина может сказать, стоп, мне нитевой лифтинг надоел, я хочу сделать хирургический лифтинг. И это абсолютно не препятствует. То есть во время операции при хирургическом лифтинге все это проходит в одной плоскости, в одной зоне. Хирург даже видя нити, которые ранее стояли, он может спокойно их убрать, если они еще не рассосались, и провести процедуру, уверена, не операцию уже, хирургический лифтинг лица. А какой мы видим эффект от нитевого лифтинга, а какой от хирургического? И в каком возрасте каждая из этих методик может быть показана? Все-таки вопрос индивидуальный, потому что женщине и в 30 лет можно провести хирургический лифтинг, и она будет эффектна. И женщине есть 30 лет, которым не показан хирургический лифтинг, мы проводим только нитевой. Женщине в 45 лет, конечно, эффект от хирургического лифтинга, это будет эффект 100%. То есть это будет омоложение, это будет, естественно, смена возрастной группы однозначно. То есть она будет уже ближе к 35-30-летним женщинам идти. А женщина, которая проведет нитевой лифтинг, мы немножечко можем сместить только. То есть она будет где-то лет на 38 будет у нас выглядеть. Как правило, мы, конечно, зачитаем сразу же несколько методик. Не только проводим нитевой лифтинг. Процедуры и инъекционные, и процедуры нитевые, нити, мононити, нити лифтинговые, подтяжка брови одномоментная, подтяжка скуловой области, гиалуроновую кислоту и в жидком виде, и в более плотном для контурной пластики. И для пациента это оказалось очень важно, иметь короткий реабилитационный период. Не растягивать это на полугодие, года, когда он должен пройти именно курс раз в неделю и ходить все время в синяках. Они выбирают каких-то 10-12 дней специально на нехороший период, нехорошие это отеки и синяки, чтобы вот этот комплекс мы сразу же сделали, реабилитацию получил, и, собственно говоря, на год, на полтора про косметолога он может забыть. Чего стоит бояться, чего бояться не стоит? И почему возникают негативные отзывы? Вот что касается нитевого, именно лифтинг, мы можем также взять препараты гиалуроновой кислоты увеличения губ, коррекция носогубных складок, ботулинотерапия, также нитевой лифтинг. То есть мы про каждую эту процедуру можем прочитать очень много плохих отзывов. Все это идет от экономии пациента, в выборе более такого салона, где-то, ну давай попробуем, кто-то на ком-то учится, я тебе ничего не обещаю. Либо у косметолога небольшой опыт установки нитей, потому что нам, как пластическим хирургам, конечно, наверное, вообще проще всего. И проблемы начинают возникать, а косметолог не знает, как их решить. А мы, как хирурги, даже при наличии какой-то небольшой проблемы, можем и в этом пациенту помочь. То есть ставить нити нужно, конечно, лучше либо у очень опытного косметолога, который давно занимается нитевым лифтингом, либо у пластического хирурга. Когда меня отговаривали, два момента звучало. После этого ни один хирург не возьмется тебе сделать более радикальную, то есть, я так понимаю, круговую подтяжку лица. А второй момент, а ты не боишься ли фиброзов? На первый вопрос отвечу сразу же. Вы можете сделать и второй, и третий лифтинг нитевой. Ни один пластический хирург от вас не откажется. Спокойно мы сможем сделать, даже не дожидаясь рассасывания нитей, сделать подтяжку лица хирургическую. Это раз. Второе. Фиброз – это, ну, такое, почему-то страшное слово. На самом деле мы фиброза-то и ждем. Фиброз и держит ткани наши. Мы сформируем его с помощью проведения конюлями металлическими, заводя нити, формируем как раз вот эти тонкие фиброзные нити. Это и есть коллаген. То есть, по сути дела, самого этого фиброза бояться не надо. Я так понимаю, в обывательском плане это нечто нерассасывающееся, какое-то уплотнение, которое там вот что-то как-то негативно что-то формирует. В пластической хирургии и косметологии почти все можно исправить всегда. Даже если будет формироваться какое-то более сильное уплотнение, всегда от него можно избавиться, даже консервативными методами, не используя хирургию. Бывают какие-то проблемы в виде гематом. Вот гематомы, да, синяки большие, которые также усиливают фиброз тканей, усиливают выброс коллагена. Немножечко просто удлиняется реабилитация. Но это никак не исказит лицо, ни в коем случае не изменит его. И тем более, пластический хирург, еще раз я вам говорю, ни один не откажется оперировать вас после нитевого лифтинга. Хоть десятого. Противники нитевого лифтинга, чем они обычно руководствуются? Почему они против него? Это там, не знаю, от незнания или по каким-то еще причинам? Знаете, я не знаю ни одного противника нитевого лифтинга. Как правило, противники нитевого лифтинга это те люди, которые идут сразу на хирургический лифтинг. Они говорят, а что себя мучать? Зачем? Зачем мне много раз буду ставить себе нити? Давайте сразу сделаем хороший хирургический лифтинг. Вот это противники нитевого лифтинга. Если вот действительно с вашей точки зрения все-таки начинать с какой-то такой вот щадящей терапии? Я думаю, что да. Нужно вначале все-таки попробовать все. Максимально отодвинуть хирургический лифтинг. Его сделать можно всегда. В любом возрасте, когда начнутся появляться показания, так скажем. Но все-таки хирургический лифтинг он немножко меняет и подкожную клетчатку, и кожу, и уже будет сложнее делать некоторые вещи. Мы все равно останемся в своей возрастной группе и уже сложнее будет немножко ее менять. И вот уже какие-то делать манипуляции небольшие уже будет сложнее на оперированном лице. Поэтому, конечно, я считаю, что нужно до последнего тянуть в плане... Хотя я как классический хирург не должна так сказать, я должна всем говорить, ребята, все на хирургии только. Все-таки нитевой лифтинг, за ним будущее. Есть пациент, и он решился. Что ему, как ему правильно выбирать себе специалиста в Челябинске, не знаю, в других городах, на что нужно обратить внимание, чтобы не было никаких побочных эффектов, и чтобы эффект был максимально хороший? Ну, пациент, во-первых, должен немножко адекватно оценивать, правильно оценить уровень, так сказать, старости своей. То есть некоторые люди считают, что они очень плохо выглядят при хороших, очень внешних данных. Некоторые, наоборот, думают, что они великолепно выглядят, но поработать есть над чем. Тут правильно пациенту подсказать, что все-таки уже подлежит операции, а что мы можем еще обойтись какими-то обманочками в виде нитевого лифтинга. Пациент часто выставляет сам себе диагноз. Он приходит ко мне и говорит, мне здесь сюда, это вот сюда, это столько, даже по единицам, даже по количеству, мне сюда, 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 и все, я буду довольна, потому что ранее какой-то косметолог ему так делал. Он эту процедуру мог провести два года назад. Два года назад он мог весить на 10 килограммов больше, и образ жизни у него мог быть совершенно другим. 10 лет, два года прошло, он может выглядеть совершенно по-другому. И этот же набор процедур уже не сработает. Один из популярных вопросов, которые мне задавали, а сколько стоит одна нитка? Вообще этот вопрос уместен? Насколько это информативно для пациента? Сколько стоит одна нитка? Вот лет 15 назад на самом деле косметологи, которые только начинали заниматься именно нитевым лифтингом, они ставили по одной, по две нити с каждой стороны. Для меня это, конечно, уже тогда было дико, потому что это, на самом деле, кроме как фиброза, нашего любимого слова, кроме как легкого армирования, никакого лифтинга это не вызывало. Я ставлю нитей сразу много, именно лифтинговых нитей. Это я выясняю на первичной консультации. То есть, вначале я посмотрю пациента, я уже вижу, сколько у нас уйдет на одну щечку, на другую щечку, сколько нужно на область шеи. Одну нитку мы так не считаем, там считается пачкой уже, потому что от одной нити эффекта не будет. Вот лучше ничего тогда не делать, ждите момента, ждите, когда вы созреете для хирургического лифтинга. Если сравнивать по стоимости пластическую хирургию, то есть, круговую подтяжку и нитевой лифтинг, какие это будут соотношения, можно ли в этом направлении сэкономить? Ну, если брать в плане стоимости, допустим, хирургического лифтинга, самой низкой его стоимости, и стоимости в среднем нитевого лифтинга, это где-то одна треть. 30% примерно стоимость от хирургического лифтинга. То есть, получается, что хирургический лифтинг все равно более дорогостоящий. Конечно, конечно. Здесь мы используем наркоз и палата, здесь, естественно, шовный материал, очень другое уже используется, его больше, и длительность, конечно, больше. Здесь процедура у нас занимает 30-40 минут, а самого лифтинга минимум 2 часа. Ну и плюс реабилитация уже в палате непосредственно. Да. Еще один аргумент, да, в палате непосредственно. Потому что он дешевле. Он дешевле. А что касается, например, какой-то подготовки. Я была на разных нитевых лифтингах, где-то просто я вот с порога заходила, а где-то, я помню, на три листа было анализов. Вот. Это в каких-то разных областях работали, или просто это какая-то вот история? Если человек здоров абсолютно, то есть любому нормальному человеку с температурой 38 никогда в голову не придет всеми правдами и неправдами лечь на нитевой лифтинг. Естественно, он чувствует себя не очень хорошо, конечно же, процедура отменяется. То есть существуют, конечно, проблемы некоторые со свертываемостью крови. Минструальные дни мы тоже должны учитывать. Но в любом случае это не сильно как-то отражается, но на наших процедурах. Все-таки это малоинвазивные процедуры, это не хирургия. Здесь не нужно такой серьезной подготовки. Вообще во всем мире это процедуры называются что ботулинотерапия, что препараты гиалуроновой кислоты, контурная пластика, мезотерапия и в том числе нитевой лифтинг, процедуры обеденного перерыва. Это у нас почему-то сделано так, что это целое такое мероприятие что этот прям собрался в больницу на пересадку сердца. Нет. Во всем мире к этому немножко проще относятся. Но видимо из-за того, что уже очень давно это все проводится, очень часто обращаются пациенты. Насколько хватает эффекта вот такой вот масштабной процедуры? Классически считается, что год-полтора. То есть вот такой хороший эффект от нитевого лифтинга. Кто-то пишет 4 года. Самое главное держать массу одно и то же. То есть для любых пластических операций, каких-то вот таких нитевых лифтингов обязательно одна масса тела. То есть похудение и набор веса они как-то сказываются на эффекте? Да. Особенно 5 плюс это для пластических операций, 10 плюс, 10 минус для пластических операций, для нитевого лифтинга это, конечно, катастрофа. То есть поэтому человек должен находиться в определенной массе тела, чтобы этот эффект сохранить. Ну, мне кажется, мы рассказали все и даже больше о нитевом лифтинге и сколько стоит и как долго держится и больно-не больно и насколько это безопасно и к этому остается только одну добавить. Будьте красивыми! и катастрофа. Продолжение следует...